Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 18 марта. Сегодня мы говорим о наших проблемах на рассаде, потому что у всех уже рассада появилась. Вместе с рассадой у нас неизбежно появляются какие-то проблемы. В предыдущем видео я говорила о плесени, что делать, как побороть плесень, если она появилась в наших лотках. Сейчас буду говорить про тлей. Тля это такое существо, которое вы можете сразу и не заметить. Почему я начала тлей говорить? Потому что уже появились комментарии про тлю. Когда я говорила, что две семидольки после пикировки у перца могут опасть, отвалиться, что это не страшно, что это стресс, он так вот пересадку переживает, что он очень нежный, все. Но тут же женщина написала, что это может быть не только стресс, потому что листья могут дальше начать отваливаться, то это может быть или клещи, или тли. И вот сейчас про тлю мы поговорим отдельно, рассмотрим ее прям через лупу. Я специально купила несколько лет назад вот эту лупу, потому что у меня тля была всего один раз в жизни на перцах. Я ее проследила, я сейчас расскажу вам о своем опыте. И вот именно в тот год я купила вот этот вот инструмент для борьбы с тлей. Вот смотрите, появление тли, я говорю о тли на перцах, потому что на томатах ни разу не видела тлю, наверное, томат не посещает тля, они все-таки такие горькие, они с этим с отравляющим немножко, там у них какие-то вещества нехорошие. А перцы-то у нас сладенькие, листья у них вкусные, как вот в прошлом году прислали рецепт, даже делать как салат с листьями перца. Но сладкий перец, он и есть сладкий перец, наверное, у него все эти части тела сладкие. Он очень лакомый кусок для тли. Все, что говорю про перец, все относится и к баклажанам, имейте в виду, что баклажаны тоже. Но у меня вот была тля на перцах, и тлю на перцах вы можете сразу не заметить, она ведь находится там с тыльной стороны листа. И я тоже смотрела, красивые перцы, поливаю их, все холю и лелею, и я заметила тлю, ну ни разу в жизни просто не было, когда однажды я увидела на поверхности такую уже толстую, раскормленную, я даже не знаю, с чем ее сравнить, но это я говорю, как маленький поросенок, она такая сидела, прям упитанная. Я сначала не поняла, что это такое, о боже, ни разу тли не было. И потом-то я когда вот так подняла, они уже были везде, это вот просто самое смелое, она залезла наверх и демонстративно сидела, а там на тыльных листьях, там было столько всего, и уже я не обратила сразу внимания, в лотке уже вот эти вот валяются как то ли пустые оболочки от яиц, то ли сами яйца, я не пойму, все это так неприятно, но вот когда их много и они там шевелятся, у меня вот я фотографию к видео выставлю, это мои личные три, которые я сама вырастила, выкормила. Все, начинаем. Сначала не заметили, потом заметили. Вот я заметила самую тлю. Иногда люди замечают, что изменяется форма листа, лист начинает деформироваться и скручиваться. Почему это? Потому что они листогрызущие, они вот сосущие, или как их назвать, они высасывают сок с листьев, они его, конечно, портят, он вот так деформируется, и он может потом совсем испортиться и опасть. И поэтому, когда запущенная ситуация с тлей, перец начинает сбрасывать листья. И правильно, вот один комментарий заметил, я сейчас уже не найду, наверное, так, ну нет, я не найду, не буду время тратить. Один комментатор заметил, что если, когда опадают семя доли, ничего страшного, но если, когда начинают опадать листья у взрослого перца, у хорошего, казалось бы, он и пикировку прожил, и все у него хорошо развивалось, и начался вот это опадение листьев, то, скорее всего, это вредители. И, возможно, да, тогда уже берите лупу и рассматривайте все тыльные стороны листа. И если у вас тля, вы обязательно ее найдете. Она не такая мелкая, как клещи, ее видно, особенно если взрослая тля, и яйца уже эти будут с коробки от яиц валяться, вы все это найдете, тогда нужно бороться. Вот, чтобы у вас рассада не погибла, есть три пути развития. Это или применять народные средства, сюда же входит механическое воздействие, то есть вы хотите, например, спасти свою рассаду без применения агрохимии, без всяких химикатов. И второе, вот с применением химикатов. Я сейчас рецепты вот вам выписала, специально дам, но я скажу сразу, что применение, то есть борьба народными средствами с использованием вот простых компонентов, вот эти всякие там хозяйственным мылом, опрыскиванием зольным раствором, это методы очень мягкие. И они стопроцентного результата заразовое применение не дают никогда. Вы должны это знать. Если вы будете применять народные средства, вам придется ежедневно на протяжении пяти или семи дней повторять, повторять, повторять и повторять одно и то же действие. То есть вот это действие борьбы с тлей. Когда применяете химикат, ну не химикат, скажу, препараты магазинные, вот эти вот, фабричные, достаточно одного раза, например, вот фитовер, позже в конце расскажу про него, но потом, через неделю, нужно просто проверить или сделать еще один раз для подстраховки и обработки, но обычно одной хватает. Начну с народных средств. Народными средствами является, опять же, вот эта зола, зольное опрыскивание. Один стакан, сейчас рецепт прочитаю вам, чтобы быть точной, чтобы от себя не придумать. Один стакан древесной золы, заводят, разводят в одном ведре воды, настаивают одни сутки, перемешивают, процеживают, добавляют столовую ложку мыла, лучше жидкого, конечно, и проводить ежедневное опрыскивание в течение недели. Это то есть, если, например, у вас уже вот столько много рассады, стоит она где-то в придомовой теплице или где-то там, и вот сплошное-сплошное опрыскивание до полного смачивания листа, чтобы у них не было возможности. На следующий день еще раз, на следующий день еще раз. Зачем вот это многократное опрыскивание? Я сейчас вам скажу. Вот эти все средства, они действуют только вот на взрослые растения. Ясно, что вот это яичко, которое лежит, оно еще не потребляет ничего этого, ему ничего не угрожает, и, скорее всего, оно через день или через два вылупится, новая тля, и если вы не будете повторять, даже от одной единственной тли колония опять разрастется до тех же размеров. Просто будет некоторый перерыв, сдерживание, потом они опять разрастутся. Потом, можно опрыскивать хвойными всякими настоями, отварами из чеснока, и чеснок, и тысячелистник, по-моему. Но если вы решите народными средствами, вы прям интернет откроете, огромное количество всех этих составов различных. Потом вот еще я выписала вам простейшие. Табачная пыль и древесная зола. 50 граммов табачной пыли, 50 граммов золы развести в 2 литрах воды, настаивать трое суток, не сразу. Добавить опять немного мыла и снова опрыскивать. Мыла для чего добавляем? Конечно, чтобы весь этот состав удержался на листьях, чтобы он как с гуся вода не скатился, вот так вот. И я вот еще раз повторю, рецептов очень много, я не стала вам все выписывать, но вы поняли, что они все простые, и они все мягко действующие, и их нужно повторять много-много раз, скорее всего, 7 или 8. И все эти, и чесночные, и хвойные. Так, вот теперь про механическую. Одна зрительница спросила, можно ли просто, вот у нее завелось что-то, протереть листики. Да, этот способ, он старый, дедовский способ, когда нет ничего у вас, например, нет у вас табачной пыли, откуда вы ее возьмете? Может быть и нет золы. Можно взять простое хозяйственное мыло. Сколько здесь дается? 5-10 граммов в литре воды. Все. Смачиваем губку или тряпочку, и начинаем протирать с обоих сторон. Конечно, вы понимаете, что этот процесс очень длительный. Если у меня, например, несколько сотен было в то время вот этих сеянцев, сидеть протирать листья мне вот, например, некогда. Я сразу скажу, что я опрыскивала фитоверну. И вот это вот протирание длится тоже в течение недели несколько раз, потому что сегодня вы протерли все их, смыли, сбросили. Ну, это просто механическое, вот это сгребание всех этих яиц, всех этих маленьких вот поросюшек, тлюшек. На следующий день может появиться другое. И вот так протирать нужно постоянно, пока вы точно не будете уверены, что нет ни яиц, нет ни клея. Ну и, конечно, для занятых огородников, кто находится на работе, кому некогда целыми днями сидеть листья протирать, или семикратное опрыскивание делать, в торговле очень много препаратов для борьбы с насекомыми. Но я хочу сказать, что если вы будете бороться в комнатных условиях, то подходят, конечно, только вот эти вот биологические препараты. Я обрызгала фитовермом, потому что здесь смы, здесь кошка, здесь все. Вот таких вонючих, сильнодействующих применять нельзя. А вообще, я вот тоже выписала, какими можно пользоваться. Это и Кинмикс, и Фуфанон. Ну, знаете, что Фуфанон, он до того вонючий. Потом Актелик и Тавир. И вот фитоверм я выделяю для домашнего применения. Но если оно у вас, если вы на время обработки вынесете, например, на балкон или еще куда-то, то применять можно любое. Если в стаканчиках, то даже вот показывают способ, как в стаканчике перец обрызгали его, хоп, целлофановый пакет сверху, и оставили, чтобы там подольше вот эта концентрация была. И тогда достаточно единственной обработки. Сутки он у вас стоит в стаканчике в этом, ну, в куполе, вот в таком скафандре. И там уже тленят никаких шансов на выживание. Все. Вот собираясь применить какое-нибудь то или другое средство, обязательно внимательно читайте инструкцию. И вы посмотрите, подходит оно вам или не подходит. Если оно действительно вот обладает таким резким запахом, ясно, что дома применять его нельзя. Можно от него немножко как угореть. И если даже вы обработали всю рассаду, вот пораженную тлей, через неделю, даже химическими препаратами, через неделю, подойдите, посмотрите, нет ли там новых маленьких крошечных детенышей тлей, тля очень живучая. Ну, вот все. Я познакомила вас с различными методами борьбы. Ну, вы сами, каждый, конечно, выбирает или народное средство, или протирание листа, или семикратное опрыскивание, или единственная вот эта обработка агрохимии. Это, конечно, каждый подходит к выращиванию своей рассады по-разному. Это зависит и от количества самой рассады. Ясно, что если у вас большое поголовье, вы не будете протирать листья. И от количества свободного времени, которое у нас есть. Но я вам информацию дала. Это информация к размышлению. Спасибо. До свидания. Будем дальше. Сейчас я расскажу еще вам про черную ножку, потому что, хотя она не... Как сказать? Ее нельзя посмотреть, вот так увидеть глазами. Вот она, черная ножка. Но она доставляет столько же много проблем, как и тля. Все это наши вредители, все это наши помехи, которые мешают нам получить ранний урожай. Но мы должны знать всю информацию, чтобы ничто-ничто не повредило нам, не помешало. Короче, никто пусть не стоит у нас на пути. Все, до свидания. До свидания.